Помоги мне, Господи, я ещё живой. Источник повышенной опасности не просто на дороге, а из-за гипотогенных зон. Внимание, специально говорю ещё раз, ничего не показываю, то, что внизу. Значит, несколько аварий видел, и по местному телевидению, и все жаловались. На какую-то секунду крыша ездит, даже у здоровых людей, а не алкоголиков. Прошло время, я начал за этим бороться, я начал узнавать, я начал. Расследовать, я начал, значит, всё проверять. Я обратился к телевидению, оказалось, что им не надо. Вот, уже после этого, как хотел я спасти, чтобы вот было вот это вот самое. А тут нету, сейчас, ну, чуть ниже. Вот, Москва показала ещё в этом месте аварию, в котором я говорю, вот, с трупами. И вот это место ничем, никто не снижает скорости. Я недавно догадался, что в интернете набрал аварий в Сайногорске. Смотрите. Смотрите. Только в этом месте. Видите эту стелу? Вот. Кто знает, где эта стелла? В этом месте. Смотрите. В этом месте. Вот. А теперь смотрите к нам ближе. То есть, до сих пор и никогда, я боюсь, что мы потеряем ещё тысячи жизней, тысячи сирот. Каких тысячи? Десятки, сотни тысяч, если брать за десятилетия. Сирот, могил, горе. Только потому, что никто не знает правду. Вот что можно... Вот, допустим, я к Есерёву обращаюсь. Он самый такой деятельный из моих помощников, да. Вот этот кусочек, вот, начиная вот с этого. Вырежьте. Ну, как это? Потом, естественно, он попадёт ко всем вам, рассылка. Ну, так трудно, чтобы сто человек одновременно поставили в Академию наук этот фильм. Вот. Потому что... Как? Я... Ну, такая беспомощность. У меня же когда-то руки могут опуститься. Ну, почему я один воюю? Почему я знаю правду? Почему я в этом фильме... Я же ездил, это самое... Всё это проверял с рамками. Ходил, ездил на машине на малой скорости. Всё это правда. Статистика страшная вещь. Вот. И вот это направляется к отношению власти. Они не дураки. Нет. Они даже не предатели. Они не эти... Самые... Не убийцы. Они просто не ведают, что творят. Их мироощущение, их сознание, вот той элиты, которая сейчас, оно за пределами этого находится. Самое интересное, я говорю, понятно. Записаешь, один губернатор разбился, второй разбился, третий разбился. Вот. Чино поменьше, они же тоже гоняют, им же плевать на эти... Да? Скоростой режим. Кто там? Зам губернатора. Они же тоже по полной кладбище. Они не виноваты. Они просто... И не дураки. Они просто не в курсе. А им приказать может только один человек. Еще раз, ребята, я вынужден на этом акцентировать. Нахожу похожую публикацию, на моей же. Я же печатался до этого. Вот. И там областной город. Человек, который тоже придумал, посмотрите, как это... Что должно останавливать людей. Это мое. Это мне Денисенко нарисовал. Идея моя. Череп кости. Вот. Его исполнение. За это ему надо госпремию дать. Потому что... Знаете, а у него, у этого товарища, капля такая яркая, красная капля крови. Большая такая, выразительная. Вот. Ну и остальное так же. Энт местная ГИБДД. А ему говорят, а вы знаете, что каждый такой щит стоит сотни тысяч? Это, конечно, прелесение. Ну, типа, пошел, то и за свои деньги стакать. Кстати, кто бы ему позволил. Вот. То есть у нас два таких городских сумасшедших нашу страну. Как минимум два. В каждом городе есть биллокаторщики. В каждом городе, между городами, есть кладбище. Дороги смерти. Они официальные. Весь интернет забит дорогами смерти. Ладно, пья один. Там сотни, если не тысячи примеров. Дороги смерти. Стоят и идут эти самые. Перенесите, уберите дорогу, обойдите эту зону, да? Ну, это же деньги. Или хотя бы вот это нарисуйте, чтобы они уже плавненько ездили. Потому что такой плакат напугает кого угодно. А этот, а этот, они же его нарисовали, куда он делся. Они же нарисовали этот самый плакат-то от отчаяния. Потому что они знают, здесь гибнут люди, бьются машины. Портится их статистика. Ну, кого хоть одного задержал? Они же не могут написать сорок. Люди будут в висках крутить. Дорога чистейшая. А кто в жонах этих понимает? Вот этот эмоциональный рассказ сегодня я вечно на эмоциях. Вот. Пожалуйста, это самое. Дорогой друг, и не вы один. Даже если три человека этот разместит на разных аккаунтах, по-своему обзовет. Тридцать человек. Триста. Вот что нам надо. Ну, иначе они достучатся. Только один человек в стране может дать команду. Вот. Но до него же не доходят, его же оберегают. Ну, это после того, когда я уже фильм сделал. Уже, ну, что это? Ай. Все, проехали. Ну, эти трагедии только из-за этого. Страшная гипотогенная зона. Может, поверьте белокатов, фиг. Продолжение следует...